Приветствую вас, друзья, наш дорогой Роман и, конечно, мой дорогой любимый друг, Роман Газенко, журналист, нам сейчас важно, что это психолингвист. И вот мы сейчас только как сели, вот, слушайте, друзья, ну такой был сейчас интересный разговор, потому что Роман мне показал выступление одного человека, кого ты, Роман? Ну, друзья, я вас приветствую, я прежде всего хочу вас поблагодарить, сердечно поблагодарить за ваши комментарии, за вашу оценку. Это для меня важно, потому что я вижу, что то, что я говорю, то, чем я делюсь с вами, находит отклик у вас в сознании и в душах. Это самая большая награда, поверьте. Итак, ну, то, что осталось за кадром, да, мы встретились с моим любимым другом, с Хасаем, и я его поблагодарил, потому что благодаря ему и благодаря его, вот так играя словами, я получаю способность видеть то, чего я раньше не знал. Вот так работает этот механизм. Человек видит только то, что он знает, то, что для него становится знаком, и то, что для него что-то значит. Ты имеешь в виду, видеть не образно, а визуально. Да, человек видит только то, что он знает. И как пример, один очень известный английский путешественник сейчас обратился ко мне, и он попросил снять ему презентационный видеоролик, мне как режиссёру. Я к этому очень серьёзно готовлюсь, и я посмотрел то, что он предложил мне в качестве образцов. И он показал выступление одного очень известного, богатейшего человека, предпринимателя, как он себя презентует. И только после того, как я познакомился с методом ключ, я стал видеть, что в процессе своей презентации этот знаменитый человек слегка раскачивается. Зато говорит он без запинки. И он... Вот интересно, да? Да, да. Но вижу я это только после того, как я это знаю. Хотя ты до этого видел, но не видел. Смотрел, но не видел. Вот. Так же, как мы, слушаем, но не слышим. И продолжая тему наших вебинаров, я хочу сказать, что слова, которые мы слышим, слова, которые мы произносим, мы порой не слышим. Слушаем, но не слышим. Вот интересно, правда? Да. Нет, потому ли было сказано в своё время и в Священном Писании, это написано, имеющий уши да услышит. Конечно, конечно. Потому что не все услышат. Да. И, как мы уже обещали, интригу по поводу успеха мы обязательно раскроем. Слово успех. Слово успех. Да, вот слово успех, да. Я... Я же эмоционально, я договорился с Романом, если я буду перебивать, перебивать, может, да? Да, конечно. Роман нисколько не будет на меня сердиться, а будет воспринимать нормально. Потому что у нас правило такое, со всеми мы по-человечески. По-человечески. И наша школа такая, человек будущего, хомофутурс, это нормальные люди. По-человечески общаемся. Да. Ну, слово извините, я извиняюсь. Могу я так сказать? Извини, пожалуйста. Категорически, я извиняюсь, конечно, категорически нет. Прошу прощения. Вот обратите, пожалуйста, внимание, я употребил слово «извини». Да. Я употребил слово «пожалуйста». Извини, пожалуйста. Я извиняю себя, то есть я себя освобождаю от чувства вины перед кем-то, но если разбирать слово по составу, это, по крайней мере, неэтично. То есть как это? Ну, я извиняю себя, я извиняюсь. Я говорю «извини, пожалуйста». Извини, пожалуйста, конечно, да. Можно. Конечно. Извини или прости, но это разные вещи. Мы в прошлый раз говорили о том, что означает прости. И прощать. Я напомню, прощать – это дать человеку выпрямиться по росту, то есть освободить его от груза, определенной ответственности, обиды, которую мы на него возлагаем. Опять же, простой – это прямой и свободный. Вот простолюдин – это свободный человек. Просто – это прямо. Вот это тот, кто прямо ходит. Человек прямоходящий. Прямо – прямой путь самый короткий. Просто излагать – это прямой путь от человека к человеку. Уловили, да? Сколько в этом? Просто прощать, упрощать. И я тут общался с молодыми людьми, которые изучают физику. Естественно, у них математическая подготовка. И когда я им объяснял это, я нашел ключи к их сознанию и к их мировосприятию. Я сказал, что любое сложное уравнение или невравенство решается путем, и они в один голос – упрощение. Правильно? Их равно. А вот обрати внимание, извини, пожалуйста. Я когда тебя слушаю внимательно, я помогаю себе невольно снимать лишнее напряжение, чтобы свобода внимания была обеспечена вот таким повторяемым движением. Случайно. Я вот заметил некоторое время назад, я когда вот так сижу, вот так делаю, когда слушаю внимательно. То есть вот эти повторяемые движения снимают напряжение, позволяя мысли свободной течи, легче сосредотачиваться, внимательно слушать. И мне даже недавно прислали там видео, на котором Трампа показывают, как он сидит головой качает. А еще мне показали видео, где футбол смотрят мужики, футбол смотрят, и там один сидит вот так вот раскачивается, смотрит, а другой сидит прямо смотрит. И вот я думаю, у того, кто раскачивается, более свободное состояние. Но в обществе, в обществе, мы же в социокультурной среде находимся, мы же часть общества, человек же не сам по себе. У него сознание, вот для того, чтобы как бы словами, словами разговаривать, поэтому мы начали со слов, которые очень обиходные, очень часто применяются. Прости, извини, пожалуйста, спасибо, вот их расшифровать, поэтому роман нам поможет в этом деле. Да, и в прошлый раз возникла еще одна интрига, связанная со словом спасибо. И я раскрою наш маленький секрет. Да, 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 вот я до сих пор не успокоился. Да, Хасай пока не успокоился, потому что слово это очень привычное. Но я могу сказать, что величайшие гении, люди, которые не просто владели русским языком, они им действительно владели. И тот же Александр Сергеевич Пушкин, он действительно реформатор нашего языка. Теперь внимание, внимание, я это уже знаю, мне роман заранее сказал. Гоголь, Достоевский никогда, суя, не употребляли слово спасибо. Мы будем с этим разбираться, не потому что это табу. Вопрос, какой смысл вкладывается. Да, и я приоткрою небольшую завесу над этой проблемой, над этим противоречием. Да, нам очень привычно. Но начнем с того, что «спаси Бог», да, ну это понятно, это исходная форма, это грамматически неверно. Потому что в русском языке существует один фантомный, не один их много, но один из фантомных падежей, он называется «звательный». Это нулевой падеж, он существует, но почему-то его решила грамматика не замечать. Так вот, нельзя к Богу обращаться Бог. Звательный падеж форма, одна из форм звательного падежа – это Божия, княжа, отча, старча. Интересно, правда? Поэтому, когда уж, если уж вы обращаетесь к Богу, то говорят там «Божия, упаси», да, а не «Спаси Бог», «Божия избавь», «Не дай Божия», «Дай тебе Божия», «Здоровье» и так далее. То есть, грамматически уже неверная форма. А вот часто говорят «Не дай Бог». Это что получается? Это грамматически, конечно, это неверно. Но это не культурно получается? Это, по крайней мере, это неуважение к Богу. Потому что эта форма звательного падежа называется «респектная» или «уважительная». Поэтому, конечно, старче, отче, а не отец – это исконная форма, да? Княже. Нельзя подойти и сказать «Эй, Бог», «Эй, князь», «Эй, отец», «Ну-ка, иди сюда». Слушай, мы-то вебинар сделаем, Роман, очень многие просят. Ну, мы об этом рассказываем. Очень просят вебинар сделать. Да, внимание, прошу прощения. Это только один из аргументов, я подчёркиваю. Есть ещё очень серьёзный исторический контекст. Истарообрядцы 17 века, Аввакум, он очень жёстко выступал против такой формы. А казачество, южное как минимум, почитайте Шолохова, они говорят «Спаси Христос». Это очень интересный момент, да, если уж употреблять эту форму. Но если покопаться в философии того, что мы произносим, в смыслах, которыми мы наделяем наше слово, чтобы оно не обесценивалось, чтобы мы себя не обесценивали, как человеки, которые владеют языком, как основным признаком человечности, основным средством нашего общения, а не разобщения, то я могу сказать, что именно такое упрощение во взаимодействии людей, оно стоило жизни великому Сократу. Как это? А вот я могу сказать, что Сократ как раз этот великий, закавычевываю, демократический, закавычеваю, суд астракизма, в частности, осуждал за то, что он не утверждая, а по-сократовски задавая вопрос, ставил перед людьми очень серьезную проблему, как они общаются с Богом в повседневной жизни. И я думаю, что на нашем вебинаре... Слушай, давай на вебинаре, потому что мы сейчас так углубимся. Мы об этом расскажем. И еще я хочу тебя попросить, походу, вот до того, как мы начали сейчас сделать этот ролик для всех, мы же обсуждали еще одну минуту такой момент про Шариковых и про Преображенских, которые у Булгакова. Ты сказал, слушай, сейчас не буду эту тему горячую затрагивать, потому что там есть о чем поговорить. Я тебя очень прошу, можем мы это на вебинаре поговорить? Ну, пожалуйста, если хватит времени, я вообще хочу перейти от слов, которые мы слышим и которые мы произносим, к словам, которые мы читаем и которые мы пишем. И я могу вам привести примеры того, как в течение двухсот лет мы не удосужились прочитать Пушкина. Ровно двести лет тому назад был написан, пожалуй, самый фундаментальный труд русской литературы, философский труд, труд, за который Пушкин получил личное перо от Гёте. Они не встречались, Гёте был старше, и Пушкин это перо хранил в красном футляре всю свою жизнь. Гёте понял, с каким гением он имеет дело, а мы, считая Пушкина нашим всем и гением, к сожалению, не удосужились прочитать, в частности, песню о Вещем Олеге. Это именно то произведение, именно та песнь, которую я считаю фундаментальным произведением русской философии и русской литературы. А мы часть эту тогда, помнишь, с тобой на видео показывали год назад, по-моему. Да. Понимаете? Да. А там каждое слово важно, и весит оно гораздо больше, нежели это изучается в средней школе или воспроизводится в исполнении, ну, предположим, какого-нибудь казачьего хора. Я могу сказать 10-12-летним детям, когда я раскрываю подлинный смысл, они смотрят видео и недоумевают, как могут полсотни дядь стоять на сцене и нести эту чушь. Это интересно. Это действительно, это горько, это больно, но с чего-то надо начинать. Возвращаясь к добру и благу, благодарить или говорить спасибо, ну, я думаю, что на вебинаре мы подробно поговорим. Еще раз, я понимаю, более подробно. А я вас благодарю еще раз. Да, а я могу тебе сказать спасибо за то, что ты благодаришь всех. Ну, сказать ты можешь. Сказать я могу все, что я не настаиваю, но я думаю, что этот вопрос... 70 лет, да, 70 лет... Да не 70, 17 века, Хасаи. Да ты что? Ну, я же говорю, этот спор идет... Благодарю и спасибо. Этот спор идет уже несколько столетий. Это здорово. Поэтому здесь не надо все сводить, не надо упрощать все к 70-ти, или сколько там, годам советской власти. Да, это глубокие, философские... Извини, пожалуйста. Можно так скажу? Извини, пожалуйста. Можно, 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 можно. Извини, пожалуйста. Эти слова тоже расшифруем, да? Да, ну, там же все понятно. Потому что, ну, в обиходе мы же общаемся вот так вот, говорим извини, пожалуйста, там, другие слова, но хорошо бы нам извлечь вот эти корни, чтобы мы могли... Потому что там такие мины могут быть заложены, которые нас и разобщают, а может быть есть такие, которые нас и обобщают, и соединяют, согласовывают по-человечески. Тут вопрос расчеловечивания и очеловечивания. Вот чем мы с Романом Дорогим занимаемся. И вот что мне сегодня понравилось, на этом мы сейчас закончим, чтобы, как говорится, не углубляться, не углубляться, не углубляться, а то мы не оторвемся сейчас. Мне очень понравилось, когда ты сказала, что то, что мы осознали, мы то и видим, да? И то и слышим. То, что осознали. То есть сознание играет большую роль, оказывается. Видите, как интересно? И мы пример привели, да? Ты пример привел замечательный. А еще я могу сказать, раз сознание, значит, слова. Слова, значит, сигнальная система, вторая сигнальная система. Ну, и все оттуда пошло, оттуда пошло, как люди общаются. Короче говоря, поэтому, короче говоря, можно сказать? Можно сказать? Короче говоря, так, как метафора. Мы это еще не проходили. Это шутка. Шутки допускаются, шутки допускаются, юмор допускается, хороший юмор украшает беседу. Давайте, друзья, поблагодарим Романа Газенко за то, что он уделяет нам время и помогает нам лучше понимать друг друга. Да, и поэтому мы все вместе, создавая науку человечности, уже этим самым генерируя правильный взгляд на жизнь и на многое-многое другое, сокращаем на самом деле кризисы и войны на планете. Потому что все зависит от людей. От нас, вами. Пишите комменты, пишите вопросы, да, и напишите, когда вы хотите этот вебинар. Через две недели, через месяц, через год, когда вы хотите, потому что мы идем вам навстречу. Навстречу, можно сказать? Я буду теперь допытывать Романа по всем словам. Это тот эффект, которого я добиваюсь. Хасай впереди всех, потому что, смотрите, что происходит, да, человек начинает переосмысливать каждое слово. Оно становится важным. Уже начинает думать. Начинает ценить. Происходит фантастическая работа, самоорганизующая работа, которая, с моей точки зрения, является необходимым этапом на пути от себя к человеку. Я знаю, еще какое слово мы обязательно затронем, если ты позволишь. Слово «можно» и слово «нельзя». Вот это бы потом раскрыть, да? Ой, да, да, да. Там, Хасай, ты, провоцируешь меня. Вот это называется синергетический диалог. Не конкурентный, когда каждый пытается самоутвердиться, а синергетический, когда мы вместе пытаемся идти к решению каких-то вопросов. И мы все вместе. Поэтому эта школа называется «Человек будущего» «Homo futurus». До встречи, друзья! Всего доброго!